Всем доброе утро! Сегодня на покупку у нас идет Адриан. Я ему уже приготовила список продуктов, которые нужно купить. Обычно я ему делаю на русском языке, но с этой всей ситуацией решила сделать ему на испанском, если вдруг его остановит полиция, чтобы у него было доказательство, что он идет в магазин. Ну и обратно уже, когда будет ехать, то сохранит чек и покажет чек, если его остановят. Но здесь я записала только то, что нам реально нужно. И приблизительно так, чтобы он сделал на недельку покупку. Больше нам не надо. У нас, в принципе, здесь еще много продуктов есть. Да? Там еще у нас этот крем-суп есть тыквенный, фасоль на обед скушаем. Потом кровянка есть. Ну, чуть-чуть на салатик есть. Этого нужно докупить. А, еще нужно морковку записать. Да. Так. И... А, ну и срочно нам нужно молоко, потому что вот это у нас остается только молоком и много пил. Здесь у нас есть еще урощи какие-то замороженные. Вот это у нас мясо еще есть, пельмешки, которые мы делали, тоже заморозили. Потом это рыба, что у нас есть. Ну, то все, что я принесла с суперомары прошлую неделю, мы еще ничего не ели с рыбой. Нужно будет как-то или сегодня на ужин, или завтра приготовить рыбку. Так что вот такой вот списочек небольшой получается. Ну, и с собой Адриан берет маску, в которой я ходила тоже за покупками. Так же перчатки берет и вот такой вот обеззараживатель. Все. Вот, уважаем Адриан в магазин. Будем ждать. Ты нажал кнопку пальцем. Нет, пальцем. Если пальцем, то... Ключом? Ключом? Ага, понятно. Переживаешь? Поснимаешь хорошо мне там чуть-чуть? Полки и это все. Пожалуйста. Ну, давай. Да, Микочка. Адриан ушел за покупками. Ой-ой-ой. Так нужно сохранить там у нас пакеты. Что будем делать, красота? Играться? Да? Ну, давай, сделаем кровать. Потом будем играться. Такое чувство, как будто я в Чернобыле. Так воняет в этой маске, что капец. Как будто одел какой-то старый носок. Машину остановил. Аж очень далеко, чтобы прогуляться чуть-чуть. Все, иду за покупками. Надо зайти через другую сторону. Я не знаю почему. Но. Главный ход закрыт. Стройка, похоже, идет. Главный ход. уже понял почему нас послали через другой вход говорю через этот валенок так трудно дышать здесь конечно уже скучаю за старыми временами сзади у меня тоже самое и 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 Тут когда-то была мука, вот что нету, то нету, то муки. Остальное все набит. Как всегда, у нас все шоколады есть, уферты только не на то, что я кушаю. Уферты. Сейчас уже никого нету. Не знаю почему. Уферты. Это жесть. Все как будто после Армагеддона. Такое ощущение, что на носу у меня старый валенок. Выездил, трудно дышать, весь потею под ним. Жесток. Вот что у нас тут на подковке. Мало машин, сейчас уже не было очередь как утром. Готово. Фу! Жесть. Иду к машине и буду снимать их покрыт, а то еще отдохнуть от нее. Стройка идет полным ходом по ходу. А вот и последствия той маски на лицо, ну где-то часик и вот что творится. Если целый день как медики, то это жесть. Микасичка вышла на балкон. Солнышка еще нет, но погода достаточно хорошая. У нас здесь стройка продолжается. Солнышко начинает выходить, пригревает там тучки чуть-чуть. Но достаточно хорошая погодка. Вчера тоже была неплохая. Выходило солнышко временами, дождик шел. Ах, как хорошо. Когда же эта стройка уже закончится? Так надоело это все. Поезда, вижу, идут тоже полностью пустые, без людей. Автобусы тоже без людей. Да на улице никого нету совсем. Все, Адриан приехал с покупки. Мне кажется, я писала намного меньше список продуктов. Что случилось? Вредница? Это Адриан пришел, не бойся. Все хорошо, все под контролем. Я не думала, что я писала ему такой большой список, что так много продуктов он привез. Но сейчас будем смотреть. Конечно, здесь много коробок, которые занимают много места. Так что сейчас буду разбирать. Все дезинфицировать. Все промывать. Пакеты все сразу же выбрасывать. Так что вперед. Взял Адриан четыре бутылки вина. Взял мне сив. Я им мою и ванны. И здесь на кухне тоже. Вот, например, эту плиту я мою этим сифом. Авокадо. Это последнее, что было. Наконец-то Адриан взял лук. Взял также этот паштет, который мы взяли. У нас там его запасы большие. Но взял еще. Он до 22 года вроде бы. Так что это такое, что не испортится быстро. Также взял тунец. И апельсины. Здесь две сетки. Так что сейчас буду это протирать. И ставить. Убирать. И показывать вам дальше. Еще вот это все есть. Но я все потихонечку делаю, чтобы все хорошо протереть. И там пакет есть. Адриан пошел в душ. Снял всю одежду. Поставил у меня на стирку. Сейчас достирается у меня полотенце. И я поставлю его одежду стирать. Так, дальше у нас свиные ребрышки. Адриан взял. Две бутылки минеральной воды с газом. Барьер. Я ее обожаю. Иногда себе разрешаю. Не часто. Лавровый лист. Любимый шоколад Адриана. Потом крем фреш. Две. У нас там что-то вроде бы еще есть. Морковка. И тут дальше. Сейчас это все обеззараживаем. И продолжим. Дальше Адриан взял вот такой вот кусочек мяса. Это что такое? Пансета. Это для фасоли. Потому что в этот раз у нас не было что для фасоли. Была только кровянка. И мы поставили курицу. Обычно Адриан для фасоли. Он готовит фасоли. Покупает всякие вот такие вот штучки. Так что он взял кусок пансеты. Потом вот такой вот набор. Здесь сало. Мясо. Хамон. Чорисо. Опять же такая пансета. И морсия. Потом морсию. Помидорчики. Эти помидорчики долго хранятся. Этот чуть-чуть пораненный. Я тоже в Супер Амарио в прошлый раз взяла такие же помидоры. И почти неделю мы их кушали. И они не испортились. Потом для Микиных волос. Печеньки Адриан взял без сахаров. Кампуряна. Эти которые ему нравятся. Кефир для меня. Спаржу. Возможно я сегодня вечером поставим размораживать лосось. И пожарим лосось со спаржей. Сыр. Тертый. Две упаковки. Потом бекон. Для упаковки здесь получается четыре вот такие вот коровочки. Тоже для фасоли или для картофеля. Для чего-нибудь. И масло сливочное также взял. В этом пакетике злополучная маска. Которую Адриан уже ненавидит. Говорит чтобы я ее выбросила. Но я наверное ее сохраню. Потому что в магазин еще нужно ходить. Она такая достаточно качественная. Конечно в ней очень тяжело дышать. Еще Адриан взял двенадцать бутылок молока. Две упаковки. Я думаю что как раз на неделю. Или чуть больше на неделю. Потому что я думаю что мы выйдем уже за покупками. Аж на следующую неделю. Салфетки. Вот такие вот няшные. Детский Адриан взял. Три упаковки. Картофель. Еще одна упаковка печенья. Печенье было в оферте. Черный чай. Вот такие вот бисквиты. Один шоколадный. Второй шоколадный. Белый такой бисквит. Мармор. Еще. Еще тунец. Потом вот такие вот колбаски. Фоэт. Фейри для посуды. Еще. Крем фреш. Две. Натиес. Здесь шестнадцать. В последнее время мы лучше. Едим этот десерт чем йогурты. Так что Адриан взял много. И красная капуста. Смотрите какая она дорогая. Но зато она долго хранится. И у нас будет раза четыре на салат. Ну что же. Я уже почти закончила разбирать. У меня остается вот это вот. И все. Адриан взял еще три салата. Взял зеленый перец. Вот когда я жарила печень. Об этом перце я говорила. Что было бы классно с ним. Но с тем красным тоже было хорошо. И я не записывала Адриану. Но он его взял. Также у нас здесь есть бананы. Ну и замороженный горошек. Две упаковки. Грибы. Служит для упаковки. И все. Это вся покупка. Кстати Адриан купил больше чем было в списке. Но купил очень нужных продуктов. Так что я думаю что на неделю мы спокойно обеспечены. Даже возможно и на больше. Будем сидеть дома. Придерживаться закона. Не выходить на улицу. Только если выбросить мусор. И все. Но сегодня Адриан вынес. Так что через пару дней опять пойдем выносить мусор. Всякие там бутылки. Всякое такое. Мы протираем с этим гелем. Или промываем мылом. С мылом. С мылом. И теплой водой. А вот фрукты. Овощи. Я промываю вот. С уксусом. Хорошенько туда так наливаю. Водичку. Промываю. И сразу просушиваю вот такими вот полотенцами. Складываю на поднос. Ну и овощи которые мы покупаем сегодня. Мы их начнем есть или аж вечером. Или завтра. Потому что это я не знаю убьет. Не убьет этот вирус. Но хотя бы чуть-чуть под зад ему даст. Чтобы он нас не инфицировал. Надеюсь. Ну что же. Все у нас уже продезинфицировано. Все овощи и фрукты. Вот так всего у нас много. Но овощи и фрукты мы едим очень быстро. И сейчас я буду разогревать обед. Кстати вот такие вот герметические упаковки. Я тоже промываю с водой и мылом. Все. Обед разогрет. Фасоль с курицей. А также кровенка. Кстати кровенка очень полезна при анемии. И вообще для женщин очень полезна. Так что будем мы обедать. Мы кстати после того как пообедали посмотрели фильм. Зараженные. Очень кстати актуальные для нашей проблемы с коронавирусом. Очень где-то есть так схожести. Достаточно похожий. Но очень интересный фильм. И у меня. Смотрите как меня начинает высыпать. Я не знаю из-за чего это. Или потому что я не хожу не двигаюсь. Или что. Ну прям такие прыщики. Что у меня наверное никогда таких не было. Плюс кожа так портится. Она у меня и так очень сухая и проблемная. А сейчас еще это. Это вообще дурдом. Так что не знаю что мне делать. Вроде бы пользуюсь тем же кремом что и всегда. И теми же продуктами. Но я думаю что это из-за того что я не выхожу. Ну и сейчас сидела читала новости. Новости. Новости ужасные. Неутешительные. У нас уже около 40-40 тысяч зараженных. И умерших тоже очень много. Но очень плохие новости. Я не знаю как это закончится. И чем это закончится. Но это все очень серьезно. Если раньше нам казалось что это все не так уж страшно. То сейчас да. Это очень страшно. Умерших просто сжигают. Или я не знаю где их хоронят. Но многие родные даже не могут с ними попрощаться. Ничего. Короче это ужасно. И так же сейчас читала в электронной версии. Диарио Баско. Это наша газета. И там писали что вроде бы как будут запрещать вот эту музыку. Что по вечерам. Аплодисменты. И это все. И вроде бы как будет разрешена минута молчания. Вроде бы как Виталий уже запретили. Потому что там вообще ужасно что творится. Но в принципе Испания следует за Италией. Здесь тоже все очень серьезно. Прямо. Так что не знаю будут ли эти наши соседи еще выходить. Или не будут. Будем видеть сегодня вечером. С одной стороны как бы людям это нужно. Этот момент чтобы побыть вместе. Пообщаться. Хотя бы с балконов с окон своих квартир. Домов. Но с другой стороны та ситуация что уже происходит. С таким количеством зараженных. И с таким количеством мертвых. Возможно и у нас кто-то из соседей есть. Кто потерял своих родных. Или например у кого больные. Родные. И ему плохо. А мы там слушаем музыку. Аплодируем. Как бы радуемся. Подтанцовываем. Да. Это как бы человеку наверное очень плохо от этого будет. Так что не знаю что будут делать наши соседи. Ну в принципе эти аплодисменты были для всех тех людей. Которые работают в это нелегкое время. Для медиков. Для полицейских. И для других. Людей которые хотят не хотят. Но работают в эти дни. Ну посмотрим конечно. Но ситуация ухудшается. Очень сильно ухудшается. Так что если в ваших странах объявили карантин. И у вас есть возможность меньше выходить на улицу. Старайтесь поддерживать это. Не ходите. Не гуляйте. Берегите себя. Берегите своих родных. Чтобы не заразиться этой гадостью. Потому что это ужасно сколько людей погибает. И начинать готовить ужин. У нас сегодня будет лосось. Жареный на сковородке. Также спаржа. Адриан там играет в футбол. И смотрит доктора Комаровского. Про это. Про вирус. И про всякое такое. Что он рассказывает. Очень интересно. Я подумала что только спаржа нам будет мало. Потому что я сейчас обрежу. То что не нужно. Ее выйдет совсем мало. Тем более например. Вот это вот спаржа. Она подпорченная. Так что я еще решила нарезать зукини. И буду жарить это все. На сковородке. На оливковом масле. С чесночком. Первым пошел чеснок. И сейчас будем сразу же добавлять чеснок. Все я добавила чеснок. Все я добавила чеснок. И также я уже поставила лосось. Лосось жареной на сухой сковородке. Никогда не добавляю масло. И постоянно полный соль. Потом у меня есть крупная соль. Вот такая вот. И когда он жарится. Вот она вот такая вот. И когда жарится лосось. Мы уже посолим тогда. Этой крупной солью. Очень классная. Наш ужин готов. Кстати можно еще добавить этот. Банзамический крем. Вот этот вот. Или просто поставлю его на стол. И кто с нас захочет. Можно добавить. Я люблю вот на цукини добавлять сверху. И сегодня мы первый раз. За многое время. Наверное за неделю. За целую неделю. Будем есть нормальный хлеб. Даже за полтора недели. Потому что мы покупали этот. Который длительного хранения. А сегодня Адриан взял свежий. Говорят что его не очень хорошо брать. Но он уже постоял. Я думаю что если там был этот коронавирус. То он уже там умер. Так что будем сегодня есть нормальный вкусный хлеб. Все мы поужинали. Ужин у нас сегодня был супер вкусный. Как вы видели соседи опять сегодня вышли с музыкой. Хотя сегодня уже не такое настроение чувствовалось. Чтобы там была одна парочка которая подтанцовывала. Другие люди более или менее так достаточно грустно стояли. Аплодировали. Слушали музыку. Но уже чувствуется что не так как было другими днями. Когда было общение. Чувствовалось общение между соседями. То сегодня уже как бы этого не было. Так ну а мы сейчас смотрим сериал. Я пришла с вами попрощаться. А то потом забуду. И потом будем ложиться уже спать. Так что увидимся с вами завтра. Хорошего вам настроения. Берегите себя. И всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok